Сегодня свой профессиональный праздник отмечают полицейские. Раньше он назывался Днем Милиции. Сейчас это день сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации. В условиях пандемии никаких торжеств по этому поводу в нашем округе не проводилось. Тем не менее, особо отличившихся сотрудников, чья служба по-прежнему опасна и трудна, руководство Муромского отдела полиции отметило строго четко с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Сильные, смелые, боевые. Они на страже порядка 24 на 7 в любую погоду. Речь идет о нашей доблестной полиции, которая сегодня отмечает свой профессиональный праздник. Присвоение очередных специальных званий, награждение почетными грамотами и нагрудными знаками отличников полиции. Так в рабочей обстановке прошло участвование муромских правоохранителей. Одного из сотрудников старшего участкового полномочного полиции Дмитрия Сергеева в этом году даже занесли в Книгу почета у МВД России по Владимирской области. Праздник, который поистине является всенародным, потому что мы стоим на защите и обеспечиваем безопасность каждого гражданина. В любое время дня и ночи телефон 02 всегда в доступном режиме, и это означает, что каждый гражданин может обратиться за защитой. Один из сотрудников Владимир Голицын в органах внутренних дел уже более 28 лет. За годы работы поднялся по карьерной лестнице от участкового инспектора милиции до заместителя начальника муниципального отдела. Владимир Юрьевич мечтал носить погоны, поэтому в 86 году поступил в военное училище. Но жизнь сложилась так, что пришлось сменить армейские погоны на милицейские. Владимир Юрьевич один из тех, кто успел поработать не только в полиции, но и в милиции. Суть службы осталась одна и та же. В первую очередь задачи, они не изменились. Что милиция, что полиция. В первую очередь призвано обеспечить правопорядок на улицах и в общественных местах, безопасность граждан. Изменилось, оптимизировалось штатное расписание, приведено к реалиям современного времени, что позволяет, наверное, более качественно нанести службу, усовершенствовать свою деятельность. Сейчас более распространена компьютерная техника, различного рода видеоконференции, аудиоконференции. То есть мы сейчас уже не ездим, например, во Владимира, а все совещания проходят в режиме, как говорится, онлайн. Наверное, это способствует и оптимизации. Больше количества времени остается именно на работу. Межмуниципальный отдел МВТ России Муромский вот уже на протяжении многих лет неизменно занимает одно из первых мест в области по результатам деятельности и раскрываемости преступности. Несмотря на пандемию, сотрудники полиции работали и продолжают работать в штатном режиме. Сотрудник ВПС не может удаленно нести службу по охране общественного порядка дома, и сотрудник ДПС обеспечивает безопасность дорожного движения. Поэтому наши сотрудники также используют средства защиты принесения службы. И никаких удаленных дистанционных мест работы у нас нет. И руководители, и сотрудники несут службу на своих местах. Ежегодно в полицию приходят молодые сотрудники, но в памяти всегда остаются ветераны, которые отдали службе лучшие годы жизни. Мария Жукова, Александр Симонов. Наши новости. Мария Жукова, Александр Симонов.